Айтесы казахских акынов, живущих в Монголии, Китае и Узбекистане, презентовали в Астане накануне традиционного республиканского айтеса, который пройдет в столетии 5 декабря. Их тексты вошли в седьмой том антологии казахского искусства. Автор проекта доктор филологических наук, профессор Морзатай Желдозбеков. Сборник антологии будет состоять из 25 томов, последующие книги издадут в ближайшие годы. В первые шесть томов вошли тексты айтескеров, повествовавших о разных периодах жизни казахов, начиная с 1919 года и до наших дней, в том числе становления независимого Казахстана и развития столицы, Астаны. В презентации седьмого тома приняли участие общественные и культурные деятели, историки, представители партии Нуратан. Данный труд подготовлен и выпущен научно-исследовательским институтом имени Корклыта, Казахской академии искусств в рамках программы «Социально важные литературы» Министерства культуры и спорта. Для меня, для историка, очень интересно, что там описываются крупнейшие события, которые происходили на территории Казахстана и России, кстати, тоже, период Золотой Орды, период распада Золотой Орды. Там описываются события, которые происходили, скажем, война между Тохтамысом и Едыгей, это как раз после Золотой Ордынский период. Потом, значит, момент образования казахского фанства, уход казахских султанов от Абул-Хаира, эти вещи.